Уборочная кампания 2023 года подходит к своему завершению. В Беларуси намолочено более 8 миллионов тонн зерна, включая рапс и кукурузу. Давайте узнаем, как техника Гомсельмаша отработала в этом сезоне. И сегодня об этом и не только нам расскажет начальник управления технического и сервисного обслуживания продукции Центра продаж и сервиса Открытого акционерного общества Гомсельмаш Роман Николаевич Аннанченко. Роман Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Уборочная кампания подходит к своему логическому завершению. Расскажите об итогах этого сезона. Да, наверное, большая ее часть уже позади. Но на сегодняшний день еще достаточно много комбайнов, которые убирают различные поздние культуры. Наши комбайны работают не только в Республике Беларусь, но и в других странах мира. Основным экспортным партнером нашего предприятия является, конечно же, Российская Федерация. Территориально Российская Федерация настолько велика, что если на юге уже закончились основные работы, то в Сибири, на Дальнем Востоке комбайны только входят в активную фазу уборки зерновых. То есть уборка еще будет производиться и в ноябре, и в декабре месяце. Поэтому я считаю, что, наверное, еще рановато говорить, либо подводить какие-то итоги уборочного сезона. Давайте поговорим, как мы обеспечиваем гарантийное сервисное обслуживание техники Гомсельмаш. Сервисная сеть Ходзин Гомсельмаш является одной из составляющих системы гарантийного сервисного обслуживания продукции. На сегодняшний день сеть технических центров состоит из более чем 80 технических центров, в том числе 17 по Республике Беларусь, более 50 в Российской Федерации и остальные в странах ближнего и дальнего зарубежья. Как нам известно, есть технические дилерские центры. В чем их различие? Основное отличие в этих понятиях это то, что технические центры не занимаются реализацией полнокомплектной техники. Они созданы на базе бывших райадросервисов, в ремонтных заводах. Такой симбиоз эксплуатирующих организаций и заводопроизводителя дает положительный результат. Результат в том, что у нас из первых уст практически появляется информация о всей работе техники, об ее отказах, о замечаниях потребителей. В странах ближнего и дальнего зарубежья договора на предпродажную подготовку, гарантийное сервисное обслуживание продукции заключены частными организациями, которые являются как дилерами, так и техническими центрами. То есть, занимаются не только гарантийным сервисным обслуживанием продукции, но и реализацией техники. Расскажите, как построена работа в технических центрах? Работа технического центра начинается с людей, с коллектива, который там работает. Потому что работа заключается не только в восстановлении техники, но и в налаживании и поддержании контакта с потребителем. Представители технических центров первыми узнают о проблемах нашего потребителя, выезжают на отказы. Практически круглосуточно готовы координировать действия всех служб. Вся остальная работа технического центра проводится по одному алгоритму. Это получение техники, проведение предпродажной подготовки, передачи техники в хозяйство, инструктаж механизаторов, выполнение всех работ, связанных по устранению отказов техники. В том числе, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию, постановка техники на длительное хранение, после гарантийный сервис и многое другое. Комбайн техника сложная. Скажите, тяжело ли комбайнер научиться ее обслуживать? Одна из отличительных черт или особенностей нашей техники, это ее простота в обслуживании. Если вернуться к вопросу, как научиться обслуживать технику, есть достаточно много вариантов. Первое, нами с учебным центром ежегодно проводится обучение. Второе, это семинары, которые проводят Министерство сельского хозяйства и продовольствия, на которых мы, конечно же, тоже участвуем. Третье, при передаче техники механизатору, технические центры проводят дополнительное обучение и инструктаж. И четвертое, это, конечно же, инструкции по эксплуатации. Для выполнения поставленных задач по сервисному обслуживанию техники в период полевых работ, какие запланированы и выполняются вами мероприятия? Работы по выполнению поставленных задач начинаются задолго до начала уборочного сезона, с проведения анкетирования потребителей, с анализа отказов предыдущих периодов, с планирования и производства запасных частей. Завершающим этапом является большое совещание, на котором подтверждается готовность технических центров к уборочному сезону. В период массовых полевых работ проводятся специальные мероприятия, которые направлены на оперативность реагирования на отказы техники и минимизацию негативных последствий от возможных отказов. Проводится ежедневная видеоконференция со всеми техническими центрами Республики Беларусь, которая позволяет оперативно реагировать на все возможные отказы, предложения и замечания наших технических центров и эксплуатирующих организаций. Это не весь перечень мероприятий, которыми у нас проводится, их достаточно большое количество и все они действенные, они дают свой необходимый результат. В окончании нашего разговора хотелось бы поблагодарить всех своих коллег, задействованных по обеспечению бесперебойной работы техники. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем делать все необходимое для усовершенствования и развития нашей сервисной сети.